МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА СКРИП КЛИКОВОЙ ЧАСОВ На канале ОТС Время новостей в студии Иван Кудинов. Здравствуйте. ЧП произошло накануне вечером в Октябрьском районе Новосибирска. Около 23-х часов на улице Татьяны Снежиной пригремел взрыв. Устройство сработало в салоне автомобиля Тойота РАВ-4, припаркованного возле одного из подъездов дома номер 49. В машине в это время находились два человека. Депутат Законодательного собрания региона Оксана Бобровская и ее муж Никита Тесленко. Оба погибли на месте. В следствии установлено, что взрыв произошел внутри автомобиля, предположительно, граната Ф-1. Назначены по уголовному делу все необходимые экспертизы, по результатам которой можно будет уже с точностью определить очаг, получается, взрывы и все остальное. Более подробно об этом происшествии мы расскажем в следующих выпусках новостей ОТС и в программе «Экстренный вызов». Будущие законотворцы, правоохранители и адвокаты Новосибирска сегодня блистают знаниями перед Большой комиссией. Что объединило студентов, расскажет мой коллега Николай Сальников. Здравствуйте, Николай. Ждем от вас подробностей. Здравствуйте, Иван. В законодательном собрании Новосибирской области сегодня проходит не совсем типичное мероприятие для этого учреждения. Главные герои дня – это не действующие законотворцы регионального парламента, а будущие защитники законов, прав и свобод человека. Сегодня здесь проходит научно-практическая конференция студентов юридических факультетов различных вузов нашего региона. При этом сама конференция – это уже заключительный этап того конкурса среди юристов, который стартовал в День знаний 1 сентября. Важно отметить, что сам конкурс был учрежден и инициирован уполномоченным по правам человека Новосибирской области. То есть к нему сегодня очень пристальное внимание. В заявке для участия подали 13 вузов, и всего было представлено около 50 работ. И вот сегодня лучших из лучших наградят. Более подробное мероприятие мы расскажем в вечерних выпусках новостей. Иван. Спасибо. Николай Сальников о конференции студентов юридических факультетов. Это новости дня. А сейчас о событиях, которые обсуждают крупнейшие печатные и интернет-издания. Ведомости сообщают, Россия сворачивает экономическое сотрудничество с Турцией. На подготовку запретов и ограничений правительству отведено два дня. Меры должны быть бессрочными, указал премьер Дмитрий Медведев. Все военное сотрудничество с Турцией уже прекращено накануне. Далее под запрет или ограничения могут попасть финансовые и внешнеторговые операции, инвестпроекты, научное и техническое сотрудничество, туризм, воздушное сообщение, чартерное и регулярное, заход судов в порты России. Могут быть приостановлены международные и внешнеэкономические договоры, изменены ставки ввозных и вывозных пошлин. Минстрой пообещал пересмотреть поддержку совместных проектов, не исключив уход с рынка турецких строительных компаний. Напомню, Турция – пятый по торговому обороту партнер нашей страны в пересчете на доллары. В минувшем году оборот составил 44 миллиарда. Коммерсант открывается статьей под заголовком «За левый бензин закроется второй проверки». Борьбу с контрафактом на АЗС ужесточают Росстандарт. Предлагает штрафовать станции и компании за некачественное топливо на 10-15% от годовой выручки, а при повторных нарушениях останавливать их работу на три месяца. Соответствующие поправки к административному кодексу Госкомиссия по борьбе с контрафактом рассмотрит уже 9 декабря. Напомню, что в этом году Генпрокуратура провела проверку больше 3000 АЗС в стране. Нарушения выявили практически на каждой второй станции. В частности, эксперты обнаружили в топливе повышенную концентрацию серы и завышение октанового числа бензина. И российская газета пишет, новые детсады и больницы обойдутся бюджету дешевле. Уже в следующем году на строительстве объектов, которые строятся на деньги налогоплательщиков, например, детские сады, дороги, метро, медицинские центры и стадионы, можно будет сэкономить. В Минстрою задумали настоящую революцию в ценообразовании. В частности, внесут изменения в градостроительный кодекс, подготовят 300 тысяч сметных нормативов. Для каждого вида крана, сваи, кирпича, цемента и других материалов и работ будет разработан свой код. Эта новая схема, как ожидается, позволит поэтапно перейти с устаревшего индексно-базисного метода к более современному и более объективному использованию ресурсов. К другим темам. В одной из школ Новосибирска открыли обновленный музей путешествий. Там собрали все, что связано с дальними странствами на плотах, по морям и океанам. С экспонатами ознакомился наш корреспондент Анатолий Харитонов. Новый экспонат, просоленный, потрепанный штормами, школьному музею путешествий дарит норвежец Халдан Танген. Настоящая веревка с плота Кантики, с оригинального плота Кантики. Для наших земляков это настоящая реликвия. В 1975 году, прочитав книгу о плавании по Тихому океану на Бальсовом плоту, учитель физкультуры 11-й школы Новосибирска Олег Маркин отправил письмо Туру Хейердалу. Попросил разрешение открыть в городе клуб юных путешественников под громкой вывеской «Кантики». Именно так называлось судно знаменитого исследователя. Норвежец согласился. И начались походы по всей стране. Под парусом, на бревенчатом плоту. Его собирали из телеграфных столбов. Сначала из Новосибирска в Камень на Аби. Позже по Ладожскому и Онежскому озерам. Финишировали тогда у крейсера «Аврора», попав на первые полосы советских газет. А еще школьники покорили Каспийское и Азовское моря. Участвовали в международных экспедициях. Были в Болгарии, в США. Сегодня все изменилось. Дальние странствия из-за финансовых проблем пока остаются для ребят несбыточной мечтой. Я как руководитель музея хотел бы вот именно то самое хорошее, что те традиции, которые были, возродить. Конечно, сейчас это немножко так уже нельзя будет повторить, потому что время изменилось, дети изменилось, все изменилось. Но взять то лучшее, что там было, это как бы, я думаю, наша прямая обязанность. Это... ну вот с этого начнем. Копия каменного истукана с острова Пасхи, корабельная рында, переписка новосибирцев с туром Хейердалом, фотографии дальних плаваний по морям и рекам Советского Союза, норвежцу Халдену Тангену, выпала честь открыть обновленный музей клуба «Кантики». Если бы я был ребенком, я был бы вдохновлен тем, что здесь находится такой музей. Вы можете быть путешественником, можете путешествовать по разным направлениям. Именно здесь вы можете идти за своими мечтами. По словам скандинавского гостя, музей новосибирского клуба «Кантики» будет пополняться новыми экспонатами. Халден Танген поддержал идею проведения детских российско-норвежских экспедиций по рекам и морям. Анатолий Харитонов, Александр Ведерников, Новости ОТС. И в завершение о спорте. Волейболисты «Локомотива» стартовали с победы в розыгрыше Кубка России. Железнодорожники в трех сетах взяли верх над Уралом из Уфы. Соперники уже встречались не так давно в рамках чемпионата Суперлиги. Тогда, чтобы выявить победителя, понадобились все пять партий. В этот раз «Локомотив» победил довольно легко. Встреча продолжалась менее полутора часов. Самым результативным игроком матча стал новичок «Локомотива» «Серб» Никола Ковачевич. На его счету 16 очков. Напомню, в рамках предварительного этапа Кубка России «Локомотив» проведет еще два матча в группе «Г». Сегодня железнодорожников ждет встреча с «Газпром Югрой», а завтра с командой «Нова» из Новокуйбышевска. В финальную часть турнира, которая пройдет в середине декабря в Калининграде, из группы выйдет лишь одна команда. И на этом пока все. Следующий выпуск новостей ОТС в 18 часов. В студии работал Иван Кудинов. До встречи. Субтитры подогнал «Симон» Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова